Здравствуйте, господа! Мы рады приветствовать вас на канале Заметки Нумизматор. И сегодня у нас в гостях очень интересный человек. Он нам расскажет о теме, которую пока еще наш канал не затрагивал. Это тема до Петровских монет. В студии у нас Сергей Романов. Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте, Алексей! Привет, дорогие зрители! Всем привет! Меня зовут Сергей Романов. Я коллекционер-исследователь, автор многочисленных статей по до Петровской нумизматике. В журналах древности и старина, нумизматический альманах, нумизматика. Еще я эксперт по до Петровских монетам аукциона Гунвер. И сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о чешуйках. О том, что такое чешуя, почему она так называется, как ее изготавливали, какая она была, где ее носили, в чем хранили и какие были цены, в общем-то, когда расплачивались этими монетками. В общем, чешуи принято называть, собственно, русские монеты ручной чеканки из серебра, возникшие где-то в последней трети XIV века и просуществовавшие вплоть до полной замены их на монеты машинной чеканки в 1717 году. До, собственно, русских монет в денежном обращении на Руси ходили монеты, привлеченные из других государств, из восточных халифатов, из Западной Европы, из Золотой Орды. Чешуйки получили свое название за внешний вид, напоминающий рыбе чешую. Изготавливали следующим образом. Бралась чушка серебра, ее расковывали в проволоку, проволоку волокли через специальный инструмент, затем нарезали на небольшие подушечки, получая монетную заготовку, клали на штемпель и другим штемпелем били сверху. Метод варьировался на протяжении столетий в частностях, но, в общем, изменения за все эти годы не претерпел, и, в общем-то, чешуя от Дмитрия Донского до Петра I изготавливалась одним способом. Чешую до реформы Елены Глинской принято делить на следующие номиналы. Деньга, полуденьга и пула. Пула была из меди, деньга и полуденьга из серебра. Кроме того, были крупные номиналы, такие как гривна, слитых серебра весом 200 грамм, и полтина, соответственно, половина гривны. Гривна и полтина были настолько крупными номиналами, что фактически в денежном обращении они не участвовали, а использовались как средство накопления богатства, либо как средство для внешнеэкономической деятельности. Разные княжества чеканили свою монету, которая котировалась, принималась для оплаты, и в других княжествах по весу. Соответственно, все монеты в пределах государства должны были соблюдать единую весовую норму. Те монеты, что не соблюдали норму, были и слишком легкие, и слишком тяжелые, выходили из обращения. Легкие, потому что они утрачивали свою платежную способность, а тяжелые, соответственно, потому что выпадали в клады. И в подобном виде денежная система просушевала вплоть до 1533 года начало реформы Елены Глинской. Результатом реформы стала унификация всей монетной системы Объединенной Руси. Рубль стал равняться двум полтинам, ста копейкам, двухстам деньгам, либо четырехстам полушкам. И впервые, как раз после реформы Елены Глинской, появился номинал «Копейка». Он произошел от изображения всадника с копьем на лицевой стороне. Изображение, в принципе, и до этого встречалось на монетах предыдущих князей Василия Дмитриевича, Василия Темного, но никогда они не были отдельным номиналом. Воин с саблей стал изображаться на деньгах, на полушках и на пулах изображали птицу. В результате инфляции в первые изобращения ушли пулы, затем исчезли полушки, деньги и остались, собственно, одни копейки. Размер чешуйки был очень маленький, в районе полутора сантиметров, а иногда даже меньше, если мы говорим о деньге или полушке. Поэтому кошельки были ненадежным местом для хранения денег. И по свидетельству иностранных очевидцев, вот как, например, на этой гравюре, русские использовали в качестве кошелька рот. Отсюда, кстати же, из путешествия Адама Алярия по России мы узнаем о ценах, которые были на продовольствие в России в 1630-е годы. Допустим, шапка малина на границе стоила копейку, курицу можно было купить за 2 копейки, а целая овца стоила от 12 до 18 копеек. Банков в то время не было, поэтому люди придавали свои сбережения земле. И хранили деньги они вот в таких вот кубышках. Это специальный сосуд, который продавался на ярмарках для того, чтобы хранить там монеты. Люди покупали их, взрывали в землю и иногда не отрывали, соответственно, от чего мы об этих кубышках имеем представление и сейчас. Вот конкретно эта кубышка была воссоздана современным мастером по оригиналу 17 века. Также в качестве тара известны и другие хранилища. Например, в пути человек мог укрыть деньги во фляге, в чернильнице. Известны даже случаи, когда монеты прятали в коровьем колокольчике. Встречается довольно много чешуек с дырками, и нумизматы относятся к ним по-разному. Ну вот конкретно у меня в руках копейка совместного правления Петра Алексеевича с дыркой. И хочу вам сказать, что это не только монета, которая была на костюме паволжских народов, это была обычная монета из обихода. Люди носили монеты не только во рту. Женщина могла носить ее и, собственно, у себя на шее. И когда ей требовалось расплатиться за что-нибудь, то монету снимали и расплативались. Она была таким же платежным средством с дыркой, как и без дырки. В комплексах иногда встречаются чешуйки, скрученные в трубочку. Это тоже элемент, который был украшением, а потом вернулся, в общем-то, в платежное средство, потому что ничего не стоило эту трубочку раскрутить и отдать в качестве расплаты за товар. Что касается выпуска золотой чеши, который я анонсировал вначале, то в России традиционно платежным металлом было серебро. К золоту как-то русские относились несерьезно. Золотыми были всегда донативы. Это поощрение за ратную службу, за дипломатические подвиги. И в золоте никогда не выпускали монеты для обихода. За исключением некоторых случаев, когда в 1610 году правительство Шуйского было вынуждено, испытывая серьезный недостаток серебра, прибегнуть к чеканке монеты золота. Эта же традиция была потом продолжена при Владиславе Жегемонтовиче, собственно, всех же обстоятельствах. Но как только поляков изгнали из Кремля, то, собственно, практика чеканки золотой чешуи вместе с ними исчезла и осталась только в качестве донативов, ну то есть монет наградных. Вот так Галопом по Европам я рассказал вам о чешуе, о номиналах, о хождении, о ценах, какие существовали в середине 17 века. На этом я сегодня подведу итог. И прежде чем мы завершим передачу, я хочу разыграть вот такую чешуйку в подарочной упаковке, копейку Бориса Годунова. Она достанется тому, кто репостит это видео в любой из социальных сетей и выложит ссылку на этот репост под видео. Соответственно, через две недели мы разыграем эту копейку среди участников. Всем спасибо, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok